Друзья, всем привет! Меня зовут Никита Тихонов-Рау. Я Ольга Орлаускас. И мы творческая семейная пара, которой последние 10 лет в России снимаем кино о том, что нас волнует. И сегодня мы поговорим о теме того, как устроена в нашей стране сиротская система. Да, мы приветствуем вас в программе «Док-Ток». Это программа для тех, кому не все равно. И сегодня с нами в гостях Алена Сенкевич, психолог, координатор проекта «Близкие люди» фонда «В помощь детям-сиротам», эксперт по иностранному усыновлению. Альберт Сарбалаев, руководитель некоммерческой организации «Мы нужны друг другу». Насколько я знаю, эта организация непосредственно занимается вопросами усыновления детей и развития самих выпускников сиротских учреждений. Интересно, что Альберт – человек, который сам вырос в детском доме. И сегодня будет особенно интересно узнать о том, как он видит, видел все изнутри. Также с нами сегодня Елена Смоляк, заведующая отделом социальной помощи детского дома-интерната номер один города Санкт-Петербурга. И это ровно тот дом-интернат, в котором продолжает находиться девочка-героиня нашего фильма Лера, или как ее называют в фильме ее несостоявшаяся приемная мама Наташа. И, наверное, мой первый вопрос сегодня именно к Елене. Елена, расскажите нам, что сейчас происходит с героиней фильма? Ну, дело в том, что когда Лера поступала к нам, мы радовались, потому что сразу была передана информация, что хорошая американская семья хочет ее забрать и удочерить. Но у нас такой практики очень мало, потому что дети поступают уже после четырех лет, и мало желающих тех, кого выбрали маленьких, уже забрали в домах ребенка. А нам уже по остаточному принципу приходят детки уже более взрослые, с шести, с семи лет. И мы радовались. Приезжали к нам родители, которые хотели взять девочку. Очень хорошие отношения у них сложились, очень Лера к ним тянулась. Девочка у нас живет до сих пор, сейчас ей уже 15 лет. Девочка активная, она очень общительная, она очень артистичная, занимается во всех кружках, ходит в школу 439-ю. Она разговаривает? Она плохо разговаривает, но все понимает и какими-то звуками, что-то, звукокомплексами. Она помнит семью? Семью она, может быть, так и не помнит, но если увидит, то узнает. А скажите, вот в тот момент, когда мы сняли фильм практически пять лет назад, это такое вот, как историческая консерва, вот в тот момент мы запечатлели в фильме то, что было на тот момент. Вот тогда было сказано, что мы сейчас всех детей, которые остаются в России, мы обязательно найдем семью. Ведь это же не получилось, получается. А с чем это связано? Конечно нет. Ну, дело в том, что очень мало желающих. Мы стараемся, мы всех детей как бы выставляем на сайте, снимаем ролики совместно с благотворительным фондом «Спаси одну жизнь». Мы очень изумительные ролики сняли. Измени одну жизнь. Ой, измени одну жизнь, да. Сняли изумительные ролики. Люди смотрят, плачут, но они не находят в себе сил, наверное, все-таки взять больного ребенка домой. Вы знаете, я думаю, здесь очень важно сказать, что давайте исходить из того, что сегодня с нами люди, которые, ну, большинство из которых не имеют профессионального отношения к тому, как вообще устроена эта система, да. Но, наверное, наша задача с вами сегодня чуть-чуть приоткрыть эту завесу и дать возможность заглянуть в то, как это вообще устроено и как складываются судьбы этих людей. И я здесь от себя хотел бы сказать, что упомянутый только что Еленой фонд – это один из ключевых фондов в России, который занимается вообще усыновлением. И то, что они делают с точки зрения реальной помощи и доступа простых людей для того, чтобы познакомиться с этими лицами, глазами и судьбами маленьких людей, жизнь которых сложилась так сложно. Поэтому вот давайте здесь просто даже не постесняемся и упомянем еще раз название фонда «Измени одну жизнь», «Change One Life». И волонтеры в помощь детям-сиротам, представителям которого сегодня вот Алена у нас в гостях. А можно я… Вот вы упомянули именно и мама Наташи, которой не дали. О чем сейчас речь? Потому что, может быть, у нас сейчас будет тут этот момент истины в студии. – Я так понимаю, что у Алены… – Дело в том, что по документам у нас девочка Валерия, а приемные родители хотели увезти ее домой и назвать Наташей. – То есть поменять имя. – А, вот так во вспрошлом, да? – Фактически это была история про не только смену жизни, но и смену, отрыв от имени, чтобы ты вообще по-новому ощущала себя в этом пространстве. – Вот хотела еще добавить немного, что за мою практику более 15 лет у нас в Америку был еще усыновлен мальчик. И родители тоже поменяли имя. Они спрашивали наше мнение, не будем ли мы против. Они по сей день присылают нам отчеты, ребенок действительно очень живет в хороших условиях, замечательно вырос. – Я знаю, что у Алены тоже есть два ребенка в проекте, которые пострадали от так называемого закона Димы Яковлева, не случилось ими. Я бы хотела вот сейчас узнать, как у них дела. И хочу сразу сказать, что у нас в обществе, в частности, из-за того, что есть определенные сложившиеся отношения между двумя государствами, история про то, что прекрасно детям в Америке, когда их усыновляют, вызывает бурный протест. Вот с чем это связано? Так что два вопроса по поводу двух детей и вот этой реакции. – Начну тогда с реакции. И, на мой взгляд, это связано с тем, что, во-первых, освещение аспектов их жизни идет в искаженном плане. Особенно так было до 2013 года, потому что, ну и во время принятия закона Димы Яковлева, потому что говорили все время о случаях неудач. И если описывать в отдельности каждый случай неудачи, то да, это случай неудачи. А для того, чтобы понять, что количество этих неудач в принципе является статистически большой удачей, нужно говорить о статистике. И только теперь, когда опыт российских усыновлений накоплен достаточно большой, и мы видим, какое количество проблем возникает внутри российских семей не потому, что с ними что-то не так, а потому что процесс непростой. Потому что принять ребенка, многократно травмированного его историей и судьбой, в семью, очень нелегко и для обеих сторон. И теперь мы начинаем понимать, что та статистика, которая была в Америке, она хорошая. Да, она благополучная. Вы знаете, я вот еще хотел бы такой вопрос задать. Вы знаете, мне кажется, что достаточно интересная ситуация, которая редко возникает вообще в принципе в эфире. Свойства эфира часто это вот up to date, сегодня, здесь и сейчас. То, что мы видим сейчас, реагируем на это эмоциями, рациональными какими-то аргументами и так далее. Сейчас у нас есть возможность отстраниться, отойти на пять лет от какого-то ключевого события в жизни нашей страны. Это был кризисный момент, это была точка, в которой общество не могло найти консенсуса по вообще вопросу того, что происходит. И здесь мнения поляризировались. Сейчас прошло пять лет. Мы с вами только что посмотрели в эфире вместе со зрителями кино. Я уверен, что тот путь, который прошла наша страна за это время, а этот путь, безусловно, есть. Давайте попробуем зафиксировать, что было и что стало. И как изменилось, и как закон, и эта кризисная ситуация, как они повлияли а, на иностранное усыновление, б, на то, как стали усыновлять российские граждане, да, и вообще на судьбу сиротской системы в целом. Вот можно, если можно, Ален, ваш комментарий на эту тему? Я бы, во-первых, сразу сказала одну вещь, что я прошу всегда помнить этот принцип медицинский, что после не значит следствие. Конечно. И когда мне говорят, что стало лучше из-за закона Димы Яковлева, я внутри очень бунтую, потому что лучше стало, но не из-за закона Димы Яковлева, а после закона Димы Яковлева. Следствия нету. Потому что если бы к тому, что сейчас российские граждане стали больше брать детей, и слава богу, и появилось профессиональное поле, и им недостаточно много, но уже есть профессионалы, которые могут помогать, да, значит, эти профессионалы смогут научить еще кого-то, и профессиональное поле помогающих специалистов возрастет. И это все достижение последних семи лет. Но ничто не мешало этому происходить и до закона Димы Яковлева. Да, не обязательно такие жесткие меры. Просто надо было российские усыновления развивать и до этого, чем не занимались, да. И сейчас, ну вот я возглавляю проект, который помогает приемным семьям, которые приняли детей с особыми потребностями. То есть дети-инвалиды в проекте. И российские граждане стали их брать гораздо больше, чем брали там 7 лет назад. Но гораздо меньше, чем надо, потому что огромное количество этих детей остаются, вырастают, идут в пни, кто-то умирает и так далее. И если бы к этому количеству российских усыновителей и приемных семей прибавить еще иностранных усыновителей, дети бы только выиграли от этого. И мы бы все выиграли, потому что даже когда ребенок уходит на иностранное усыновление, у меня есть много подтверждений, что они вырастают. И те, кто хотят, возвращаются сюда своими делами, своими мыслями. Я хотел бы здесь озвучить небольшие цифры статистики, которые достаточно, знаете, как статистика в этом смысле расставляет все по своим местам, хотя, конечно, девка, она продажная, прямо скажем. Значит, смотрите, 2014 год, это год принятия закона Димы Яковлева, который был принят в ноябре-декабре 2014 года, 5 лет назад. В тот год устроено в российские семьи было 64 010 человек. В 2015 году, сразу после этого кризиса, цифры составили 91 161 человек. И это фактически рост на 50%, что значит, что сама кризисная ситуация очень сильно в этом смысле взбудоражила общество. Извините за мою интерпретацию, но я ее себе позволю. А вот дальше интересно, потому что начиная с 2015 года, уже 4 года подряд количество усыновлений начинает медленно, но планомерно падать. В год примерно от 4 до 6 тысяч человек. То есть в 2015 году 91 тысяча была усыновлена, в 2016 – 87, в 2017 – 76, в 2018 – 73 тысячи. Давайте попробуем прокомментировать эти цифры. Альберт, слово вам. Ну, давайте начнем с того, что закон Димы Яковлева, как мне кажется, он не политизирован. Почему? Знаете, просто коллеги говорят о том, что вот в 2014 году именно как закон это появился, иначе вроде как заниматься этими сиротами. Если окунуться немножко в историю нашей страны, то 91 год для страны нулевые годы были самыми тяжелыми. И, конечно, чем 10 лет такая крупная страна, как Россия, ей нужно было реально встать на ноги, как бы сначала громко. И, конечно, на такую категорию детей-сирот частично не обращали внимания, потому что если брать общую статистику детского населения, на тот момент детей-сирот без общения родителя было всего лишь 5-6%. Для государства на то время это была, в принципе, небольшая цифра. Конечно, закон Димы Яковлева, он на самом деле показал нашим органам исполнительного власти, правительству, то, что это наши дети. Это дети, в которых мы вкладываем деньги, в которых мы вкладываем ресурсы. И мы должны сделать все, чтобы они воспитывались у нас. И то, что прошел такой большой скачок непосредственно не усыновления, а именно как раз собирание детей им как раз под опеку, это говорит о том, что люди начали потихонечку все-таки читать законы, видеть то, что им предлагает государство, какую поддержку. Потому что в то время, конечно, не было поддержки. Закон Димы Яковлев, как я еще раз говорил и буду говорить, он на самом деле дал такой некий пендель для нашего государства, обратить внимание на эту категорию людей, потому что это тоже люди, которым нужно помогать. У меня вопрос. Я ознакомилась с высказываниями определенных экспертов. И есть такое мнение, что пендель этот был дан самому обществу, в частности, родителям, которые, ужаснувшись тому, что происходит в стране с этими детьми несчастными, пошли и усыновили. Вот есть такой тезис. Или все-таки государству, или все-таки социуму. Кто в час заслуга, в общем-то, я так понимаю, что сейчас статистика, количество сирот у нас уменьшилось. Как вы думаете, час заслуга? Это пендель был, конечно, дан непосредственно общество, потому что мы очень часто говорим, что у нас общество неграмотное, что общество нет каких-то законов и так далее. И так же и тут, потому что, когда я помню себя маленьким, меня пытались забрать из детского дома два раза, люди боялись, потому что на ней было ни служб, ни соответствующих законов, которые бы позволяли это сделать. И самое главное, не было той поддержки от государства, в том числе и финансовая. Потому что зачастую люди, которые имеют средний или ниже среднего достатка, хотят себе забрать ребенка. Но в постоянном здоровье не могут они завести детей. И они, конечно, не могут, потому что они понимают, что сегодня жить в России, особенно прокормить, одеть ребенка, достаточно дорогое удовольствие. И, конечно же, закон Димы Яковлево, он на самом деле сподвиг вот этих приемных родителей, да в принципе, как бы в целом российское общество, что, ребята, обратите внимание на детей и сирот. Это тоже люди, которые нуждаются в вашей поддержке. Ведь, опять же, почему я коснулся истории? Наша страна всегда, будь это Советский Союз, будь это Царская Россия, она всегда стоялась именно своей сердечностью, потому что мы всегда обращали внимание на детей и сирот. И даже если брать историю России царскую, при Екатерине Второй появились у нас первые детские дома, при монастырях появились в России детские дома, потому что это были войны, Россия воевала очень много. У меня вопрос. А вот есть какая-нибудь страна, в которой вообще нет такой проблемы, которую мы сегодня обсуждаем? Или страна, которая максимально приблизилась к идеалу? Вот, какие-то успешные кейсы? Ну, да, конечно. Я скажу, то, что как бы это не является официальным знанием, но из практики я знаю, что ко мне однажды еще, когда я занималась иностранными усыновлениями, обратилась армянская семья, американские армяне, и они сказали, что они хотят усыновить, удочерить армянскую девочку или армянского ребенка, да, им было не принципиально, что девочка. И я стала просто узнавать, есть ли армянские дети на усыновление. И мне сказали в колуарах, что армянская диаспора разбирает детей. Ну, то есть, как бы теперь, находясь в этой области, я знаю, что есть дети с тяжелой инвалидностью и, как бы, вносящие фамилии армянские, и не так-то просто найти семью. Но, тем не менее, если мы говорим как о явлении, да, мы можем сказать, что есть этносы и социумы, в основном те этносы и социумы, которые подвергались когда-то каким-то критическим гонениям, потому что мы помним погромы, которые были, да, вот, которые следят за детьми и хотят, чтобы выжил каждый ребенок, относящийся к их этносу. А я здесь немножко добавлю, именно и про армянских детей, и про инвалидность. У нас тоже есть такие детки, но родители их не бросают. За счет того, что им нужно постоянно медицинское сопровождение и лечение, они находятся на отдельных милосердия, но родители приезжают. У нас ежедневно, как бы, разрешено посещать, брать в домашние отпуска, и они никогда не бросают и всегда... Елена, знаете, я вот хотел бы сейчас немножко, знаете, как это, ревайнд, немножко назад отмотаться по нашей беседе, минуты на две, к тому моменту, когда Альберт озвучил тезис, который, на самом деле, в основном и звучал из уст людей, которые, ну, на тот момент, пять лет назад поддерживали идею закона, да, значит, в иностранных СМИ, ну, и в российских СМИ многие называли этот закон противоречивым. И мне кажется, что вот это противоречие базово, оно продолжает чуть-чуть сохраняться, потому что, когда мы говорим в формулировку «наши дети», не совсем понятно, кто это мы и чьи это дети, и говорим мы это наши, от кого, от чьего лица. Хотел бы еще маленький тезис. Смотрите, на мой взгляд, извините за персональную точку зрения, на мой взгляд, мы должны главным образом исходить из блага детей. Для любого ребенка благом является его способность реализовать свое право на жизнь. Никакого другого базового права мы не должны преследовать. И возникает вопрос, вот человек, который оказался в детском доме, вырос в России и дальше получил какой-то билет в будущее, благодаря ли государству, вопреки ли государству, обстоятельствам и так далее, и так далее, и так далее, начал самореализовываться. Но ведь есть же гигантское количество людей, которые получили этот билет за рубежом, при этом они глубоко в сердце продолжают носить русскую культуру, и которые по сути являются теми самыми яркими, удивительными людьми, с удивительными судьбами, которые состоялись за рубежом и несут в своем сердце русскую культуру. Они формируют тот самый русский мир, о котором мы говорим. И в этом смысле для страны, когда она отдает своих детей не просто национальном масштабе, а отдает их миру, это прекрасно. Это очень противоречивый тезис. Что вы думаете по поводу этой точки зрения? Противоречивый тезис, почему? Потому что, во-первых, это началось с того, у меня достаточно большое количество моих друзей живут за границей, и когда я с ними очень часто общаюсь на тему, как относится к русским и как вообще в целом происходит, он говорит, ты знаешь, большая часть русских, которые с ним проживают, даже в штатах в том числе, они в принципе даже не вспоминают о России, они живут именно как раз там, в облак своей семьи, они даже наоборот, это замечало бы грубо, но они даже этому рады, потому что они живут непосредственно как бы там в штатах, в Италии, в Испании, потому что они нашли себя там, но давайте все-таки не будем сопоставлять детей-сирот, 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 родителей и тех граждан, которые выросли в полноценных семьях, потому что когда иностранные усыновители забирают ребенка, они забирают уже этого ребенка непосредственно в том возрасте, когда он уже понимает, что родных, мама-папа, у него в принципе нет, их нет просто, и он все равно чувствует, что он воспитывался в государственном учреждении, его кормило, поело государство. И тут для него очень тяжело непосредственно перед чужую страну найти себя, потому что генетика, она все равно играет определенную большую роль. И вы как раз упомянули о том, что запрещено сегодня американцам забирать детей, об этом тоже говорилось, но я вам скажу так, на самом деле, американцы забирали маленький процент больных детей, они в основном забирали здоровых детей. Это так? Ну что, у меня была программа, у меня была программа только касающаяся инвалидов, да, в моей программе что-то инвестирование инвалидов. Ну, потому что я буквально вчера как раз изучал статистику, и почему был запрет? Потому что американские граждане, которые забирали все детей, они считали, что это их собственность, и не давали непосредственно обратную связь органам-исполнителям власти в субъектах. Вот это стопроцентная неправда. Ну, вот я просто буквально вчера как раз этот статистик смотрел, и поэтому и был запрет, потому что... У меня вопрос, а как они не давали доступ? Если это гражданин Америки, он, я так включаю common sense, он получает те же самые права, как и любой другой ребенок. Наверняка там есть органы опеки своей в Америке, правильно, полиция, в конце концов, не могут... Становится полноценным гражданином этого государства, и он к нему применим и все законы. Вот, Алёна, что вы скажете, почему... Да, я абсолютно не могу с этим согласиться, ну, потому что я просто была внутри этого процесса, и я знала, что по закону отчеты обязаны приходить через 6, 12, 24, 36 месяцев. Такой закон. То есть любой, кто этого не делал, становился нарушителем закона. По внутренним законам Соединенных Штатов. А почему тогда было сказано, что вот Америка не пускает... По законам Соединенных Штатов еще чаще. То есть часть отчетов составлялись как внутренние для американских социальных служб, а часть прислалась... Фильм Павла Алексеевича Астах, бывшего полномочиям про ребенка, который как раз, в принципе, был одним из основоположников программы «Россия без сирот». Он как раз снял как раз непосредственно целый фильм расследования о том, как сегодня в Соединенных Штатов Америки жили сироты именно в то время. Потому что когда реально государство нашей страны запрашивало определенную информацию, люди просто ее игнорировали. Говорили, извините, это наш ребенок. Мы им поменяли имя и фамилия. Это наш ребенок. Получается, что это действительно их ребенок. Это же родители. Они по закону все равно должны, потому что когда они... Российская Федерация, когда они забирают ребенка, они подписывают документы... Ну вот Алена считает, что у них данные, чтобы был мониторинг. В Италии, Испания, Франция... Вопрос сиротства это не столько вопрос экономический, социологический. Это такое явление, которое требует, наверное, даже философского осмысления. Попрошу вас всех задать себе вопрос. Вот почему так получается, что в России все-таки есть сироты, и их достаточно много? Понимаете, история России, она довольно трудная. Было много исторических моментов, они были длительные, когда люди, в общем, не жили, а выживали. Понятно почему. Да, войны, революция, голод, периоды разные тяжелые. И вот в этот момент приемный ребенок, он становится обузой для семьи. И когда какая-нибудь мама молодая рожает такого ребенка и оставляет его, то логика такая. Ты родила, а нам тут мучайся с ним. С другой стороны, мы, исповедуя гуманистическую философию, мы говорим, что любой человек, любой ребенок – драгоценность. Тогда что получается? Вот родила мама и оставила его, мы должны говорить спасибо тебе большое, ты нам родила ребенка, мы будем счастливо его растить. Это другая позиция. И когда мы принимаем решение и формируем свою позицию, свое отношение к этому вопросу, с моей точки зрения, мы все время находимся на этих весах. Причем иногда внутри одной фразы, да, то ты негодяйка-кукушка, значит, родила и бросила, а нам теперь тут мучайся, то этот ребенок – драгоценность для страны, и мы должны сделать все, что от нас зависит. Наш. Да. И вот мы никак не сформируем свое отношение, потому что были тяжелые периоды, когда страна не жила, а выживала, и тогда любой внешний род, да, не принадлежащий роду и семье – это обуза. А есть периоды, когда мы живем лучше, вот я считаю, что сейчас при всех наших трудностях, период благополучный, это не голод, холод, война, мы начинаем думать о нравственных ценностях, мы имеем такую возможность, это очень важно. И тут мы говорим, что любой человек в драгоценности, мы хотим, чтобы он вырос в полноценного гражданина и человека. И происходит такой вот, ну, вот такой вот, такая смена. Сегодня у нас вот одна такая драгоценность прямо между вами сидит по имени Альберт. Альберт, расскажите, вот на самом деле было бы очень интересно услышать просто ваши вот какие-то живые воспоминания. С какого возраста вы себя помните? С трех лет. И что там было? Ну, это был дом ребенка, когда нас как бы сажали на ковер, нас наказывали едой, даже такое было, да, нас забирали новогодние подарки, но для меня были такие некие счастливые моменты, когда нам давали, помню, нас так сажали на стульчик, включали телевизор, и нам давали, ну, это были 90-е года, нам давали по такому конфетке петушок. Они до сих пор сейчас есть в магазинах, такая зеленая упаковочка. Я знаю, люблю петушков. Да, 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 да. И вот, ну, для меня были такие некие определенные счастливые моменты. Я помню, когда нас наказали новогодними подарками, нас просто забрали, закрыли в шкаф, у нас один из воспитанников, до сих пор помню, Дмитрия Моисенко, который просто скрыл этот шкаф, и я, так сказать, от своей доброты душевной, он просто всем раздал нам эти сладости. Мы ночью, помню, ели эти сладости. Здорово, что? Да, нас потом наказали, вот, конечно, ну, детство, оно было для меня достаточно таким очень и жестоким, было очень жестоким, на самом деле, потому что, ну, тогда, в то время, в детский домах было есть нечего. И тогда, наверное, помню, дяденьки... Сколько вам лет сейчас? Сейчас мне 26 лет. Вот, и дяденьки 90-х годов нам привозили большие такие консервы в алюминиевых банках с Польши, с Чехии, и вот мы этим питались. Ваше детство пришлось на 90-е? Да, 90-е годы, когда реально было есть нечего. И то, что нам привозили там что-то, спонсоры, воспитатели просто это забирали. А вот мы сейчас от обобщения, почему в России есть сироты, конкретно твой случай, ты можешь нам доверить свою историю лично? Ну, давайте начнем с того, что сегодня в стране, как таково, детей-сирот, минимальное количество сегодня есть дети, оставшиеся без попечения родителей. Это две разных категории детей. На мой взгляд, почему так сегодня происходит? Потому что все-таки люди, родители, которые рожают детей, осознанно вроде бы, как мы думаем, они почему-то считают, что государство всем должно и обязано. Почему-то люди у нас, у многих в главах, еще в Советском Союзе, они почему-то говорят, что в Советском Союзе было так, а сегодня уже вот так. И люди вот эту реалию начинают потихонечку не понимать и начинают спиваться. Они начинают, знаете, как бы списывать на то, что нам государство должно предоставить работу, должно предоставить обучение и так далее. Но извините, если ты производишь на свет другого человека, ребенка, тогда это ему все по максимально возможное, чтобы он стал полноценным гражданином нашей страны. Ну перестань ты пить, ну перестань ты колоться, ну иди ты устройся на работу. Ведь сегодня забирают детей именно как раз из тех семей, где родители ведут аморальный образ жизни. И про это нужно говорить. Да, конечно, где-то есть вина государства, но давайте все не будем спихивать на государство. Мы люди, у нас у каждого есть свое мнение, прежде всего ответственность. Если, например, я покупаю котенка, я понимаю, что я должен кормить, поить, потому что это живое существо, потому что он чувствует меня, но если я производил ребенка на свет, это же, знаете, как это звучало там по-русски, но это же не пять минут удовольствия, это же все-таки реально живой человек, которому нужно дать любовь, материнское молоко. А у нас, когда мы приезжаем в семье, зачастую мы видим, что мама, папа пьет, а ребенку даже порой есть нечего. У меня такой вопрос. Есть, опять-таки, такая идея среди экспертов, среди людей, которые профессионально занимаются темой сиротства, профилактики сиротства, вернее. Мысль о том, что государство сейчас занимается детскими домами, там достаточно много средств, воспитывают детей, кормят, обувают, одевают, все у них в достатке. Не стоило бы, да, но основная проблема, что все равно этот ребенок вырастает без родителей, соответственно, там возникают определенные проблемы. И ты прекрасно про это знаешь, да? То есть нет возможности жить самостоятельно. Человек не обучен жить во взрослой жизни один. Он остается брошен. Так возникает вопрос, не стоит ли тогда помочь семье, этим родителям, слабым, да, ну, слабые люди, нет силы воли, да, нет, допустим, им помогать, чтобы этот ребенок не стал в итоге социальной сиротой? Я с вами согласен, в каком плане. Я не просто так много начал говорить про историю нашей страны. Давайте немножко окунемся в образование. У нас сегодня ни один в стране не готовит кадры для работы в органах опеки, для детских домах. Это большой кадровый голод. И сегодня государство, Министерство просвещения в лице пытается всячески, органы опеки, которые сегодня находятся в регионах под Министерством труда и социального защиты, хотя это, в принципе, не их функционал, они сегодня пытаются выпускать различные роды рекомендации, постановления правительства, федеральные законы, где как раз делается посыл на то, чтобы органы опеки работали с семьей, чтобы все-таки семья забрала ребенка обратно в семью. Но если говорить именно процентное соотношение, я не берусь, потому что мы видим, реально сегодня какой скачок происходит непосредственно в детских домах. И все-таки тут еще играет большую роль это кадровый голод, потому что кадры сегодня решают все. И в социальной политике сегодня очень большой кадровый голод. Моя личная история, что так получилось, она, на самом деле, вы знаете, она, наверное, обыденная, как у многих отказников. У меня достаточно была, в принципе, обеспечена семья еще в 90-х годах в Советском Союзе. Дедушка был председателем колхоза. Вот. Просто мама уехала в город, поступила в университет, обучалась, влюбилась в парня. Ну, так же получилось, забеременела. Ну, увы, в Советском Союзе не было полового воспитания. И в 90-х годах его не было. Да, Буб, ты знаешь, даже если оно есть, вот такие ситуации, они... Да, и вот так просто получилось по любви. Ну, ей просто поставили ультиматум. Или ты уходишь с ребенком из дома, или ты приходишь одна без ребенка. И, конечно, молодая девочка, 18 лет, которая, в принципе, еще пока не закреплена морально, физически, пока еще не стоит на ногах, конечно, она решила оставить ребенка, потому что она была самой младшей сестрой в семье. И, конечно, для нее семья была всегда приоритет. То есть твоя вся жизнь от нуля и до 18 прошла в сиротском учреждении. И ты себя помнишь с трех лет, с петушками, с ситуациями, с наказаниями на ковре и так, и всякое. А как получилось, что в 18 лет ты вышел из... Вот давай вот эту вот точку, вот эту критическую точку. Потому что мы все понимаем, что до 18 лет ты не определяешь свою судьбу. До 18 лет ты все делаешь по расписанию и по тому, как устроена эта система таким образом, чтобы ты был в нее встроен, этой системе было удобно с тобой. Да? Любое твое отклонение, оно воспринималось как попытка к побегу. 18 лет, ты выходишь. Какая ситуация? Что у тебя есть? Ты и твои одноклассники. Какая дорожная карта? Что у тебя есть? Смотрите, если мне как раз говорить про вот этот переломный момент, он, ребят, наступил в 6 лет, когда я приехал к нам в детский дом в Телегамане ТВ. Они-то снимали фильм непосредственно, ну, знаете, типа, пока все дома. Когда я посадил на окно 6-летнего мальчика, никто меня не готовил, я сказал, что да, мама, я хочу иметь большой дом. Я знаю, что ты одумаешься, купишь большой дом, и я буду жить там вместе с тобой. Я сказал очень простую вещь. Мне очень жалко всех сирот, которые все находятся в детских домах. И реально, я до сих пор это видео когда смотрю, и там моя девушка, мои друзья, они говорят, что тебя как бы до нас подвигло непосредственно, как раз уже об этом думать. Конечно, когда я воспитывался в детском доме, я понимал, кем я хочу быть. Я к этому шел достаточно давно, и иду по сей день, потому что для меня очень важно. И там мои учителя по жизни, меня этому учатые книги, то что когда уходя, вот человек из этой жизни, он должен после себя что-то оставить. Знаете, вот как говорят французы, Наполеон про это очень часто говорил, когда француз выходит из дома, он пшикает себя парфюмом, и когда он куда-то идет, этот парфюм, он, ну, как раз пахнет в обществе, и люди зачастую, ну, вот именно как раз чувствуют. Шлейф. Да, шлейф остается. Вы так живы в жизни, понимаете? Меня так воспитали. Конечно, когда я вышел из детского дома... Меня так воспитали кто? Меня так, знаете, не воспитатели, потому что воспитатели в моем детском доме всегда гнобили. Даже когда я был в другом детском доме, да, было очень часто употребление алкоголя. Ну, вы знаете, на протяжении 11 лет, с 1 по 11 класс, я воспитывался в другом детском доме, видел многое. И издевательства, и избиения. Конечно, были лучшие моменты. И, конечно, директор детского дома пытался как-то и активно помогать, поддерживать. Но мне, наверное, везло по жизни. У меня всегда были те люди на стороне, люди, которые всегда мне помогали, потому что... Кто они? Это обычные граждане нашей страны. Кто-то предприниматели, кто-то сварщики. Что, с 6 лет? Ну, вот так вот получалось. Как у тебя происходила коммуникация с ними? Это же закрытое учреждение. Знаете, я просто приду пример. Когда нас отправили в пионерский лагерь, мне тогда было, наверное, буквально лет 8-9. Приехала одна женщина. Она как раз получила, что нас поселили в одном корпусе вместе с домашними детьми. Ну, так просто получилось. Она приехала к одному сыну. Вернее, к своему сыну. А мы с этим сыном общались. Ну, просто так получилось, просто дружились. Там штаб строили, еще что-то. И она, когда меня увидела, он сказал, все, я хочу забрать этого ребенка просто к себе в семью. Но у нее был супруг против, мы по сей день общаемся, дружим. И она до сих пор меня просит прощения, что у нее не получилось меня забрать. И таких людей у меня по жизни, наверное, было 10-15 человек, которые меня просто обучали. Потому что я трудовую деятельность, я начал с 9 лет, я выгружал машины. У нас было, детский он выходил в поселке, чтобы хоть как-то себя там прокоронить, что-то все купить элементарно. Я выгружал машину. И те подприниматели, с которыми я, по-моему, уже в дальнейшем контактировал, по сей день дружу, их дети уже выросли в моих глазах, мы до сих пор общаемся, дружим. И они как раз меня этому обучали. То есть я так, забегая немножко вперед, ты потом сам поступил в МГУ. Да, я просто, если вернуться как раз на 18-летие, когда я вышел в детскую дому, я вышел... Спойлер. Да, у меня на книжке было 700 рублей. И у меня была ужасная депрессия. Я поступил в Астрахани в университет. Даже были мысли чуть ли не о суициде, потому что я понимал, что все, ты никому не нужен. Все. И слава богу, вот просто, наверное, Господь Бог услышал мои молитвы, или моя мама услышала мои молитвы внутренние. И у меня появился человек, которого я в дальнейшем считал на протяжении 5 лет, своя мама, так сказать, мы очень сильно контактировали, общались, она занималась благотворительностью. В Астрахановской области Вера Викторна Жилкина, покойная жена бывшего губернатора Астраханской области. Но она не была похожа, знаете, на первых лет. Это была женщина, которая просто нуждалась именно как раз... Вот слушаю я сейчас тебя... ...в поддержке сына. ...тебя слушаю и понимаю, что как бог тебя любит, как тебя судьба любит. Наверное, да. Твоя история в этом смысле, мне кажется, она не показательна. Она достаточно уникальна. Человек, который вышел из этой системы и сумел стать таким self-made, ярким, хорошо говорящим, и то ли еще будет. И, насколько я понимаю, сейчас ты возглавляешь одну из организаций, которая будет заниматься судьбой. Да, сейчас про это расскажу. И когда я закончил университет, причем закончил с двумя красными дипломами, а у меня так получилось, знаете, меня просто в детстве всегда били. Да вы дебилы. Да вы никуда не поступите. Да это минимум ПТО. И мне всегда было зазорно поступать в ПТО. И когда я переехал в Москву, поступил в Московский педагогический государственный университет, бывший Ленинский, в магистратуру. Про участие там год понял, что это скучно для меня. Я подал документы в МГУ, в факультет госуправления. Я сам лично сдавал экзамены, у меня не было никаких льгот. Я поступил. И я учился, вот знаете, просто так получилось. В Москве в двух узах сразу. Очино. И там, и там. В магистратурах. Круто. И слава богу, их закончил. И дальше сейчас начал учиться в аспирантуре. Сейчас поступил в РАНХИКС, потому что понимаю, что для управления, ну, в дальнейшем это нужно обязательно. Образование прежде всего. Но вот именно, если говорить про мою деятельность, она, конечно, деятельность началась еще, когда я учился в 10-11 классе. Потому что я видел, что мне нужны были в срочном порядке репетитора, чтобы элементарно знать английский, там, историю, математику. Конечно, тогда появились наставники, которые начали помогать. И когда я вышел здесь к дому, когда столкнулся, знаете, с большим кластером проблем, и сегодня ребята сталкиваются в сотни раз больше с тем проблемой. Вот расскажи про проблемы, которые... Ты знаешь, это очень важно. Сейчас вернемся еще к этому рассказу, я надеюсь. Но вот эта ситуация, она показывает совершенно такую вот интересную вещь. И все сплетено из конкретных судеб. Твоя судьба в этом смысле сложилась максимально счастлива. И надеюсь, что так и будет дальше. И мы тебе желаем в этом максимальных успехов. И дай бог, чтобы... Энергайзер. Эта деятельность привела к тому, чтобы вообще в России никогда уже больше не было сирот, а те, которые прошли через это, стали максимально успешными людьми. Чего мы тебе в деятельности желаем. А я хотел бы немножко обострить сейчас нашу беседу. У нас над ним из центральных фигур героинь нашего фильма является девочка Наташа. Которую мы, как и муж, и жена, и люди, которые создавали это кино, очень полюбили. С другой стороны, знаете, это вечный вопрос. Документалист. Вот он должен снимать истории, или он должен протягивать руку помощи и начинать помогать своему герою. Это вечная дискуссия в нашем цеху. И вот у меня такой вопрос сейчас. Елена, а что мы можем сделать вот здесь, сидящей в студии, для того, чтобы помочь девочке Наташи, чтобы ее судьба сложилась может быть так же счастливо, как судьба Альберта. В Америку ее забрать не можем. Вот в Америку мы ее отправить не можем, хотя там есть мама, которая до сих пор любит, пишет ей письма, насколько я знаю, мы с ней поддерживаем отношения. Да, и присылает подарки, и беспокоится. Мы тоже поддерживаем отношения. Что мы можем сделать для этой девочки? Что-то мы можем сделать вот все вместе, наши зрители, для девочки Наташи? Я затрудняюсь ответить, потому что сотрудники детского дома и так делают все, что в их силах. И стараемся, даже оформляли временную опеку. И приезжали... Кто оформлял временную опеку? Что за люди? Оформлял временную опеку это батюшка Александр, он у нас проводит службы, и наши детки выезжают в лагерь. И он сам тоже, он берет ее в гости, но у него мало того, что много своих детей, о чем вы и говорили, и сложно, когда маленькие дети... Понятно, все понятно. То есть он не может быть постоянным таком. Да, но он ее навещает, он привозит тоже. Хотя бы у нее есть значимый человек. И, в принципе, в детском доме она тоже является такой всеобщей любимицей. Все с ней возятся, потому что она девочка очень хорошенькая, очень ласковая. И думаю, что вот к нам, когда обращаются, я в первую очередь показываю как раз вот таких девчонок, у которых есть шанс найти семью. Я просто думаю, что, может быть, наставник... Важно, чтобы были... Детский дом может быть насколько угодно хорошим. Это не про то, что с ним что-то не так. Но внешний человек очень важен из большого мира. И в этом смысле наставничество иногда помогает. Потому что ваша судьба соткана из разных... Да, у меня в голове все время звучало слово еще меценат, между прочим. Это очень связано с такой идеей меценатства, которое в России, во всем мире, я думаю, люди решают какие-то повороты. В точке поворота судьбы важно, чтобы был какой-то человек. Они не помогали финансово, они давали мне просто удочку. Да, в твоем случае, да. Это Алёна предложила, как вариант. А мы сейчас как раз очень даже используем наставников, тоже их ищем, находим ребяткам. С 18 до 23 лет ребята из числа детей-сирот у нас все имеют наставника, то есть сами выбирают. Скажите, вот у меня такой еще вопрос именно про судьбу Наташи. Большинство детей, которые существуют с определенными нарушениями в развитии, будь то синдром Дауна или еще какие-то вещи, часто их ждет судьба психоневрологических интернатов и со всеми вытекающими из этого последствиями. То есть, да, даже я не буду сейчас озвучивать просто все то, что там происходит, потому что это уже ты как бы вообще на грани ты человек или ты не человек, или ты овощи, или ты не овощи и так далее, и так далее. То есть это... Какая судьба в этом смысле ждет Наташу, у которой этот синдром Дауна есть? Дело в том, что синдром Дауна, он тоже бывает разный. И поскольку... Можно я буду называть все-таки Валерия? Конечно. Нам так привычнее. У Леры есть потенциал, и она перейдет на наш реабилитационный центр. У нас существует центр социальной реабилитации, прямо на... как бы... Это наше же учреждение, где проживают воспитанники от 18 лет, трудоспособного возраста. У них... Они продолжают заниматься творчеством, танцами, ходят в различные кружки, поскольку все равно... Это эксклюзив у вас или это, в принципе, по стране существуют такие варианты? Вы знаете, вот чтобы с детским домом, наверное, эксклюзив у нас. То есть это не система? Нет, пока нет. Понятно. Все равно это энкапсулированная жизнь. Да, но они очень хорошо социализируются, они выезжают постоянно в город, достигают... Даже наши детки-инвалиды достигают возможности самостоятельного выхода в город, ездят и в Санкт-Петербург. Но у вас все-таки, насколько я могу судить, насколько мы были знакомы с вашим учреждением, у вас действительно исключительно хорошее учреждение, где вы делаете все возможное. Переходящий в эту систему дейспособность или нет? Или у него ограниченная дейспособность? Мы не ограничиваем, а лишаем дейспособности только в том случае, если действительно, фактически, нет другого варианта. И решение, извините, решение всегда через суд. То есть когда вы говорите «мы», это такая фигура речи, решает всегда суд. Суд. Окей, я пытаюсь на практике понять, вот ей с полной 18 лет, у нее есть шанс, когда ей с полной 18 лет, она перестала быть ребенком. По факту. По факту, да. И, соответственно, на нее не будет распространяться принятое законодательство, связанное с возможностью воссоединения с человеком, который находится за многие тысячи километров от нее, и который ее любит последние пять лет. Моррис по закону когда-нибудь стать наставником для Леры и Наташи? Или не может? После 18 лет, вы знаете, получит она паспорт. Паспорт у нее есть, 14 лет. Грант паспорт она получит? Все она может получить, просто прецедента такого не было. Очень интересный вопрос, и мы рассмотрим. Это, наверное, основная ценность документальности и того жанра, в котором мы работаем, что есть возможность прослеживать судьбы людей и не отпускать их. Надеемся, что она действительно 18 лет сможет контактировать снова с мамой, и мы желаем ей всего самого лучшего. Особенно радует, что и мама, и папа не теряют надежды, потому что сначала это был у них возраст 4-6 лет, а тут сколько могли вложить в ребенка свое влияние, воспитание. И это иллюстрация того, сколько возможностей мы потеряли с законом Демьякова. Да, к сожалению, вот это время, которое два ребенка в вашем проекте тоже не попали в семьи, и в итоге это время было потеряно. Я хотела бы вернуться немножко к тем проблемам, которые есть у сирот, у которых нет проблем со здоровьем, которые, когда выпускаются, оказываются брошенными. Ты, понятно, мы уже поняли, что ты энерджайзер, ты просто везунчик по жизни, но вы можете описать, вот с какими проблемами сталкивается сирота в 18 лет. Он выписался из детского дома, и первое, что он должен сделать, это переехать, жить физически куда-то. Как это происходит? Если брать федеральное законодательство, когда ему исполняется в 18 лет, в рамках 159-го федерального закона ему должно государство предоставить жилье. В России государство предоставляет бесплатное жилье. Платно предоставить жилье полноценное. Собственное. Собственное. На комнате квартиру. Но тут есть немножко пробел. В чем пробел? Когда ему исполняется в 18 лет, он поступает в высшее или среднее общепродавательное учреждение, колледж или институт. И тут для государства это некая отсрочка, потому что он фактически поступает, он предоставляет временное общежитие. Он фактически не нуждается в жилье, он уже живет в общежитии на протяжении 3-5 лет, пока обучается. После окончания института ему должны предоставить жилье, потому что ему уже исполнилось больше 18 лет. Государство не предоставляет, потому что есть ряд проблем в регионах Российской Федерации, почему так происходит. Я не беру сейчас Москву, потому что в Москве в этом плане все идеально. Квартиры по достижению 17-19 лет дают спокойно. В регионах. В каком количестве регионов есть проблемы у сирот при получении жилья? Вы знаете, их сегодня почти 80 регионов, у которых эта очередь варьируется от тысячи и выше. А пока они стоят в очереди, они что делают, где они живут? Ну, вот вы как раз начали про проблемы. На мой взгляд, самая первая проблема, почему-то у нас сегодня многие мои коллеги из разных ведомств про это забывают, это проблема с регистрацией. Потому что он выходит в детскую дому, его снимают с учета регистрации по закону действующему, федеральному. Его ставят на временную регистрацию, где он обучается, где он проживает. Ну, то есть он бомж, как бы говоря. Знаете, я хочу сказать следующую вещь. Тема эта безгранична. Очевидно, что мы можем в нее нырять и заныривать и плавать там достаточно долго, а нам надо постепенно завершать. И это жалко, потому что мы точно не договорили, и мы точно... И мы точно не сняли все то кино, которое мы хотели снять на эту тему. Мы планировали даже сериал, потому что количество и философских, и других аспектов, которые там стоит разобрать и поработать с этим. Возможно, что мы обратимся к этому в новых выпусках программы «Докток». А нашим зрителям я напоминаю, что в эфире были Ольга Орлаускас, Никита Тихонов-Рау, Алена Синкевич, Альберт Сербалаев и Елена Смоляк. Спасибо, что были с нами сегодня. И подумайте, пожалуйста, если вам это будет в какой-то момент органично, вообще, в принципе, о судьбе тех тысяч людей, которые живут не совсем так, как мы с вами. И найдите для себя, возможно, 10 минут времени для того, чтобы зайти на профильные сайты и просто посмотреть в глаза тем людям, которые там живут. Которые там живут. Возможно, вам захочется стать наставником. Наставником. Или еще есть много других разных форм. Все. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова